всем доброе утро меня просили рассказать про цитрусовые которые растут у меня в саду начну рассказ здесь у меня растут два апельсина сортов я не знаю извините здесь в магазинах продают просто апельсины деревья иногда на мандаринах есть сорта но тоже к сожалению я не запомнила потому что этикетки все были выброшены вот они недавно были обрезаны неделю тому назад немножко поздновато я их начала обрезать видите уже какие росты пошли ну ничего страшного здесь цитрусовые в принципе очень устойчивые к любым стрессом этот апельсин растет у меня 7 лет как и вот этот второй два года они росли в горшках пять лет земле конечно как только мы их посадили в землю они моментально стали расти и очень быстро листья сразу стали крупными очень сильно отличаются скор очень сильно отличается скорость роста в горшке и конечно в земле это все намного быстрее это мой лимон он не очень красиво сформирован но в принципе здесь в испании я заметила что в принципе у лимонов не очень красивая крона они не бывают такими красивенькими красивенькими компактными они обычно такие разлапистые не очень аккуратные но главное что нам от них нужно лимоны у нас есть а все остальное в общем то неважно вот такой лимончик здесь у меня растет лимонку от дети его просто так срывают и едят это принципе его можно есть как кумкват просто кумкват он мандарином скрещены и поэтому он более сладкий а это дико дико и кислая штука мне не нравится ее кушать детям нравится они его топчут вот так дальше что у нас дальше у нас на гастрональный мандаринчик мы его к сожалению несколько раз в прошлом году пересаживали потому что ошиблись размерами террасы поэтому он немножечко болеет пока он я смотрю в рост не пошел пока он в раздумьях да он немножечко капризничает но ничего страшного отойдет вот видите сейчас сейчас все листья таком желтом налете это не белый налет это желтый налет все в желтой пыли у нас здесь растут сосны и они цветут и когда они цветут у нас все 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 покрывается равномерным желтым толстым слоем пыли очень неприятная штука но к сожалению пока не пройдут дожди мы не сможем ничего с этим сделать это я забыла как называется дерево наверное это войлочная вишня до называется не помню но очень красивая хотя не цитрусовая вот вот так сейчас выглядят мои два апельсинчика они были значительно выше сейчас они вот выше конечно человеческого роста где-то наверное два с половиной метра их обрезала потому что раньше не были очень высокие и было не очень комфортно собирать урожай потому что они колючие и напарываться на их шипы довольно таки неприятно собирали с этих двух деревьев по несколько тазов апельсинов очень вкусные очень сладкие и вообще в принципе любые плоды которые ты срываешь и сразу кушаешь это намного вкуснее чем чем покупные значит здесь у нас в этом редки все свеже посаженная все очень молодое относительно молодое и поэтому они немножечко так как они были посажены прошлой весной поздно когда уже была жара они все достаточно плохо перенесли пересадку и сильно были повреждены всякими паразитами потому что у них видимо стойкость была слабее но это вот все можно будет потом по общипывать и надо конечно опрыскивать опрыскивать все деревья точнее цитрусовые деревья приходится достаточно часто принципе здесь в испании поняла что цитрусовые это не самый лучший экопродукт потому что чтобы вот не было паразитов опрыскивать приходится очень часто так как нет зимой отрицательных температур практически нет минус один максимум минус 2 бывает то паразиты зимой не умирают они продолжают жить продолжают все грызть вот этой зимой у меня не было времени на опрыскивание и конечно вот все превратилось немножечко то что превратилось вот смотрите я в прошлом году пересадила это дерево вот так такие листики были пока грейпфрут рос в горшке и вот такие листья он стал давать после того как его пересадили в землю разница видна до размера с этого дерева в этом году я сняла это 12 грибфрутов тоже очень вкусные дальше это лайм мой бедненький лайм он не не мало не молодое деревца ему лет семь тоже как и тем апельсином но во первых он наверное не такой быстрорастущий во вторых его пришлось несколько раз пересаживать а в третьих в прошлом году когда пригласила людей чтобы они мне помогли с пересадкой деревьев это достаточно сложный процесс когда они уже растут земли и корни уже разрослись в разные стороны ребята меня неправильно поняли и когда я сказал что нужно выкопать и пересадить они услышали только слова выкопать ну и не знаю или тур в голове или мозги отказались включать в общем они мне здесь сначала они решили так как они решили что надо выбрасывать выкидывать и выбрасывать они решили что можно и порубить перед тем как выкорачевывать и они мне топором рубанули вот тут вот вот здесь вот вот здесь здесь в общем деревца которое я вот еще деревца которого была красивая красиво сформированная крона превратилась вот в такую не пойми что однобокая я в прошлом году думала что это дерево умрет потому что столько ссадин сколько ему сделали порезов но другое дерево бы точно загнулось а цитрусовый выжил и вот даже в этом году в этом году наконец-то будет давать плоды он не давал плоды в горшках когда рос горшке очень вкусные лаймы вкусные насколько можно сказать вкусно про кислый фрукт но очень хорошие были и вот он уже вовсю начал давать ростики так дальше дальше у меня три дерева так извините у нас тут ураганчик немножечко повалял садовые декорации надо будет все поднимать тут у меня три кустика 3d и 3 верится как который я честно говоря не знаю кто есть кто кто-то из них должен быть красным лимоном кто-то должен быть из них красным апельсином и третье дерево вообще не знаю кто заметьте этим деревьям по пять лет но они росли в горшках из-за этого они не меньше чем цимбидиум вот когда дерево растет в горшке конечно ожидать от него бурного роста не приходится ну вот уже 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 начинает отбивать я думаю тут побывать и росточки я думаю что в этом году эти деревья очень быстро рванут вверх что дальше дальше у меня мандарин этот мандарин единственный который мы еще не собрали урожай но захотелось оставить хоть что-то оранжевенькое на участке потому что все остальные уже деревья уже очищены так вот тут у меня два самые самые такие болезненные деревца вот одно и вот второе почему эти деревья самые пострадавшие проблема в том что они росли у меня два года на втором этаже в цветнике и они очень сильно там разрослись и когда их оттуда вынимали их им сильно повредили корни а кроме этого потом оказалось что тут надо подождать пока закончат забор и в общем они с выка выкопанные с поврежденными корнями простояли неделю до сад при достаточно высокой температуре поэтому они очень-очень плохо выглядят их стараюсь сейчас не обрезать не трогать не беспокоить это дерево еще его умудрились разломать пополам но как видите она с прошлой весны не умерла она продолжает вот бороться за жизнь я постараюсь конечно с ним все таки помучиться и отчухать отчухать его потому что очень вкусные мандарины у этого дерева а вот три моих центровых дерева высоких это два мандарина как здесь называют клементина и варигатный лимон посередине этим деревьям двум мандарином где-то около 15 лет я купила десятилетними вот у них уже вот такие стволы увидели вот я их в этом году сильно-сильно обрезала в прошлом году я обрезку пропустила и они были очень сильно загущены их просто необходимо было сильно-сильно вырезать но это дерево я обрезала уже последним поэтому такое густоватое получилось но уже сил не было а это дерево конечно я почистила значительно сильнее и вот вот лимон варигатный он таким огромным вымахал за два года он был маленьким маленьким кустиком как я вам показывала вот деревца которые росли в горшках за два года он вымахал в такую высоту плоды очень красивые сейчас я вам покажу вот такие у нас плоды красавчики он чуть чуть менее кислый чем обычные лимоны в принципе обычный лимон наверно лучше эти бывают иногда суховатыми но очень уж он презентабельный смотрите какие у него росты такого розу фуксивого цвета нет фиолетового да посмотрите какие будончики какая красота очень обильно цветет и очень красиво это все выглядит вот этот второй мандарин сильно-сильно порезанный вот смотрите что я нашла когда производила обрезку это я так понимаю что в прошлом году у меня здесь кто-то жил в этом году вряд ли поселится потому что я сильно проведила крону и теперь какой-нибудь хищник может увидеть гнездо поэтому вряд ли кто-то будет здесь жить ну и немножечко орхидей в конце видео уже посмотрите за неделю как все пошло в рост вот мои блядилы уже цветут ура вот красавица уже а когда она все будет свести будет такая красивая полянка розовых цветочков